МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сколько раз мы показывали в эфире ракеты, запускаемые из самолёта. Неуправляемые, управляемые. То же самое можно сказать и про авиабомбы. Они тоже не раз попадали в объективы наших камер. Однако между ракетами и бомбами есть ещё один класс боеприпасов, о котором многие наверняка слышали, но роль которого явно недооценивают и некоторые специалисты, и уж тем более широкая публика. В интернете вы найдёте бесчисленное множество кадров боевого применения и ракет, и бомб. А с видеорядом этого класса будут большие проблемы. В эфире телеканал «Звезда», военная приёмка. И этот выпуск мы начинаем на предприятии, специализирующемся на создании самых необычных подводных. Аппаратов на предприятии, где была создана до сих пор непревзойдённая, самая быстрая на планете торпеда «Шквално». Главными героями сегодняшнего выпуска станут корректируемые авиабомбы. Оказывается, эти авиационные средства поражения у нас в России имеют морское прошлое. Итак, полная коллекция российских КАБов прямо сейчас в военной приёмке. Как сделать обычную авиабомбу умной и высокоточной? Где рождаются корректируемые авиабомбы и как их обучают? Зачем такой бомбе мозги и бюстгальтер? И какие мировые тенденции развития умных бомб задаёт российский оборонпром? Обо всём этом прямо сейчас в военной приёмке. В эфире военная приёмка и первый образец корректируемой авиабомбы, с которым мы хотим вас познакомить, вот этот КАП-500. Почему мы выбрали именно его? Да потому что мы в телевидении, и перед вами корректируемая авиабомба с телевизионной головкой самонаведения. Но прежде чем знакомить вас с этой бомбой, давайте познакомим с главным конструктором предприятия, которое изготавливает и это изделие, и ему подобные. Кто является зрителем вот этого кино, которое снимает камеры, находящиеся внутри? Зрителем этого кино является, во-первых, экипаж самолёта, а во-вторых, та вычислительная система, которая стоит в этой головке. Сначала экипаж самолёта с помощью головки прицеливается и выбирает цель. Через этот объектив? Да. А после сброса вычислительная система сравнивает текущую картинку с ранее запомненной и корректирует бомбу в случае, если бомба летит не в заданную точку пространства. Как работают с этими кабами, мы видели в Государственном лётном испытательном центре в Ахтубинске. Здесь стоит видеокамера, которая захватывает цель. При наложении креста у лётчика бомба берёт эту цель себе на сопровождение. При сбросе она работает абсолютно автономно, то есть объект ей, как там, для сопровождения до прицеливания абсолютно не нужен. Она в автомате выполняет свою задачу. В Ахтубинске нам показали, как кабы подвешивают, как легко вооружённые ими истребители взлетают, но что происходит в полёте? Несмотря на то, что у бомбы есть и объектив, и зрители, у неё нет функции записи. И как ведёт она себя в деле, таких кадров просто нет. Зато у нас есть возможность показать это с помощью графики. Итак, после сброса с самолёта, в данном случае Су-35, бомба сначала падает вниз и тут же начинает подруливать. В это время телевизионно-корреляционная головка самонаведения запоминает участок местности, на которой находится объект, и ведёт бомбу чётко к этому объекту, помогая в полёте рулями. То есть принцип работы такой, мы выбираем некий объект. Ну вот, например, находясь здесь, дверь, мы вбили в память этой машины дверь, и она несётся теперь именно чётко в дверь, и всё, что вокруг её не интересует. Не совсем так. Она запоминает не только саму цель, но и тот сюжет, который находится вокруг. А зачем ей знакомиться с сюжетом, если вот наша цель – дверь? Дело в том, что дверь может быть замаскирована. И тогда, тогда лётчик, зная, где находится замаскированная дверь, находит те объекты, которые контрастны для того, чтобы именно поражать не только хорошо видимые объекты, но и замаскированные цели. Вот как выглядит попадание КАБа в замаскированную цель. А теперь отматываем ролик к началу и считаем название боеприпаса КАБ-500ОД. Что значит 500, объясним чуть позже. Сейчас же нас интересует аббревиатура ОД – объёмно-детонирующая. Это то, что делает, например, тяжёлая огнемётная система «Санцепёк». Объёмно-детонирующий взрыв выжигает всё живое. Приблизительно вот так. Именно поэтому такой вид КАБов используется крайне редко. Скажем, в Сирии мы его ни разу не видели на пилонах. Эти кадры сняты в Хмимиме в 2017 году. К боевому вылету готовится бомбардировщик Су-34. Сколько бомб сейчас навешано? На данный вылет навешано 8 авиационных бомб. И все эти 8 бомб будут спрошены на одно место? Нет, конечно. Каждая бомба – это один адрес. То есть поэтому говорят, что идёт бомбёжка по адресам? Так точно. Это что подвезли? Это корректируемая авиационная бомба высокоточное оружие. То есть она корректируется в отличие от этих, которые просто летят самостоятельно? Так точно. Так точно. Это свободно падающая авиационная бомба. Вы уже заметили, у этого КАБа нет ни букв ОД на борту, ни телевизионной головки. Перед вами КАБ-500С. С от слова «спутник». От того места, где вы сбросили её до падения, сколько она пролетает ещё вот так? Километров 7. То есть в такое приличное расстояние пролетает? Так точно. И после 7 километров попадает? С какой точностью? Высокоточная. Практически каждая цель поражена. 7 километров. С такого расстояния без электроники не видно ничего. А КАБ и цель видит, и попадает в неё. Вы слышали, что сказал лётчик? Корректируемая бомба – это высокоточное оружие. И вот тут возникает вопрос. Главный вопрос нашего фильма. Каким образом бомба, по сути кусок металла, лишённый двигателя, может достичь высокой точности? С этого вопроса и начинается наш разговор с главой КТРВ. Корпорации «Тактическое ракетное вооружение», в чём ведении находится производство всех российских КАБов и большинства авиационных ракет. Зачем нужны корректируемые авиабомбы, когда у нас целая линейка ракет под разные задачи? Да, мы понимаем соотношение цена-качество, но всё-таки вопрос точности. Ракета же всё-таки на порядок точнее КАБа. Нет. Нет? Нет, нет, нет. По кругомовому и вероятному отклонению они сравнимы во многих случаях. О высокой точности этого вида вооружения говорит и главный конструктор корректируемых авиабомб. Ракета со спутниковым наведением и бомба со спутниковым наведением имеют практически одну и ту же точность. И это удивительно, особенно с учётом того, что ещё недавно к КАБам в вооружённых силах было совсем другое отношение. По существу возвращение к КАБам началось только в этом десятилетии, потому что в прошлом десятилетии к ним было достаточно мало внимания. И мы достаточно далеко оторвались в худшую сторону от наших конкурентов, в первую очередь от американцев, ну и даже западной Европы. Мы отставали по дальности, по точности наведения, по помехозащищённости. Плюс к этому мы отставали и по времени. В эпоху Второй мировой у нас не было такого вида вооружения, а у противника был... В 1938 году Макс Крамер, немецкий конструктор, доктор, начал работать над созданием первоуправляемой бомбы, которая получила наименование FX-1400 «Фриц-Х». И первое применение этой бомбы относится к 1943 году. Эскадрилья бомбардировщика «Дорне-217» впервые применила эти бомбы для поражения кораблей итальянцев, которые уже вышли из войны. Бомбы применялись с высоты 8 тысяч метров. То есть с высоты 8 километров умудрились попасть в линкор. Причём, мало того, первая бомба попала там в носовую часть между пушками, а вторая попала как раз там, где находились боеприпасы, что привело к большому взрыву в результате чего? Линкор, линейный корабль. Через 9 минут от полученных пробоин он затонул. Как и в случае с бомбой ядерной, знания немецких инженеров по линии бомб корректируемых оказались в руках американцев. Так США на многие годы стали лидерами в теме КАБов. Как показали боевые действия против Ливии, против Ирака, вот операция «Шок-интрепета», там коррективные авиационные бомбы применялись в очень широком масштабе. Там, знаете, там просто десятки тысяч, даже если не сотни в итоге. В разумной погоне за снижением цены американцы освоили технологию по изготовлению корректируемых бомб из самых обычных. свободно падающих. На нее одевается такой бандаж, система приемник GPS-сигнала и система выпуска крыльев. И она превращается из обычной бомбы, корректированной, в смысле, управляемую бомбу. То есть, получается, мы надеваем такой в головной части. Ливчик одели на бомбу, вот, а на этом лифчике, вот это аппаратура приема сигнала и аппаратура выпуска крыльев. Все. То есть, дешево и сердито переделывается. Обычная бомба становится управляемой. Только в Югославии и США сбросили более 650 таких штуковин. Наши военные изучили этот опыт, но использовать не стали. Мы идем путем создания новых КАБов. На сегодня в стране создана линейка КАБов калибром от 250 до 1500 килограммов. Ну, а слово все же составляют полутонники. КАБ-500С, та, что мы видели в Сирии, была создана еще в начале 2000-х для самолетов поколения 4+. А сама эта бомба с пометкой «С» стала первой в нашей стране оснащенной спутниковой системой наведения. Особенностью этой бомбы является наличие приемника спутниковой навигации, который корректирует полет этой бомбы в заданную точку пространства по системам спутниковой навигации «ГЛОНАСС», «ГПС» или совместно. И «ГПС», то есть она и от американцев может подсасываться информацией. Для того, чтобы наведение было более качественным, нужно обрабатывать информацию от большого количества спутников. Чем их больше, тем точность наведения этой бомбы лучше. Цифровая эпоха в корректируемых авиабомбах уже давно наступила. В единой математической матрице здесь и спутник, и самолет, и мозг КАБа. Летчик просто вводит координаты цели, а бомба сама решает, когда ей отсоединиться от самолета. Решаются шесть дифференциальных уравнений, которые в конце концов приводят бомбу к заданной цели. А что значит решаются? Там калькулятор, компьютер? Да, компьютер. Ну, хочется спросить, какова ее точность? Значит, точность этой бомбы колеблется от 7 до 12 метров. Ничего себе! То есть, если мы ставим задачу влететь вот в эти ворота, у них развернется... Да, вот, грубо говоря, 12 метров. Уточним, перед нами один из первых российских КАБов. У новых точность куда выше. Но даже так гарантированно попасть в точку с отклонением от цели не более 12 метров для бомбы. Это круто. Особенно, если учитывать, что она пролетает многие километры. Помните, летчик называл цифру 7? И вот тут мы снова подходим к нашему вопросу. Как с такого расстояния бомба, в которой нет двигателя, может обеспечить такую высокую точность? Как это вообще возможно, так тонко управлять гравитацией? Сейчас я хочу сделать несколько шагов в сторону от КАБа. Мы видим здесь знаменитую великую ракету «Шквал», до сих пор непревзойденную по скорости. Почему вдруг ваше предприятие, которое всю жизнь занималось разработкой всего со словом «Гидро», вдруг занялось авиа? В тот период наше предприятие разработало одно изделие, которое имело систему управления на морском участке ее движения. Исходя из этого, нашему предприятию поручили создавать бомбы, которые имеют систему управления, аналогичную тому изделию. То есть вы сначала освоили работу КАБов под водой? Ну, это был не совсем КАБ, но... Об этом «не совсем КАБе» чуть позже, а сейчас несколько слов о предприятии. Оно заслуживает особого внимания, и не только нашего. Лишь один пример. За день до приезда военной приемки тут побывал заместитель председателя совбеза Дмитрий Медведев вместе с главой КТРВ Борисом Обносовым. Входящее в состав КТРВ государственное научно-производственное предприятие «Регион» в советское время называлось научно-исследовательским институтом прикладной гидромеханики. Про торпеду «Шквал», набирающую под водой более 200 узлов, то есть без малого 400 км в час, мы уже говорили. Что еще? Например, тут разработаны самые тихие российские электрические торпеды, новейшие системы поиска мин, которыми оснащают все наши новые минные тральщики, подводные роботы. Кабы – единственная неморская ветвь развития региона. То самое изделие, про которое говорил конструктор, называется «Загон». Про эту уникальную морскую бомбу зрителям военной приемки мы рассказывали в фильме про мины. Вот «Загон» отделяется от вертолета, летит на парашюте вниз, отбрасывает его, потом падение продолжается в воде, и оно управляемое. Благодаря рулям бомба наводится на цель. И вот итог. «Загон» вылетает в подводную лодку противника. Самая главная фишка этой системы, что вот эта бомба, этот загон, шел тихо, не выдавая себя никоим образом, не шел, а не надо говорить про него в прошедшем времени, она и сейчас. Значит, она не имеет двигателя и, соответственно, не создает каких-то акустических шумов. И вот это самая главная особенность всех капов, что это все-таки бомбы, потому что двигателя на них нету. Помните полеты ночных ведьм во время Великой Отечественной? Выключив двигатели на самолетах, наши летчицы так же тихо сваливались на голову немцам и атаковали их. Интересно, что пока мы делали этот фильм, у всей нашей съемочной группы постоянно возникали сравнения КАБа с планером. И там, и там двигателя нет, и там, и там аппараты, по сути, падают, и в обоих случаях это падение управляемое. Но планер, используя свои большие крылья, может не только падать, но и подниматься за счет восходящих потоков. Выходит, сравнение некорректное. Тогда другой пример управления гравитацией. Парашютисты, особенно те, у кого парашют изготовлен, по принципу крыла. О них мы рассказывали в фильме про управление В Центра специального назначения ФСБ. Наша группа, на самом деле, готова десантироваться на дальности 20 километрах от цели заданной, в полностью невидимом спектре, невидимом для человеческого глаза. Используем навигационное оборудование, прийти в заданную точку и сесть очень точно, допустим, на крышу какого-то здания. Я и сам участвовал в таком эксперименте с вымпелом. Причем мы летели ночью, в тандеме, в кислородном оборудовании, в бронежилетах, вооруженные автоматами. Парашютист ориентировался по приборам ночного видения и, несмотря на это, идеально точно привел нашу пару в заданную точку. Но на кабах нет парашюта, и крылья у них в разы меньше, чем у планера, а они все равно творят чудеса. Вопрос из области научпопа. Я самолет, иду вперед, сбрасываю с крыла вот эту штуку. Возможно ли в теории сделать так, чтобы она летела не вперед, а развернулась и пошла назад? Потенциально бомба с инерциально-спутниковой системой наведения может при сбросе с большой высоты сделать петлю и вернуться в ту точку, над которой произошел сброс. Но делают так или нет? Нет, так не делают, потому что, как правило, бомбу спрасывают с максимальной дальности, чтобы не входить в зону ПВО, которая прикрывает тот объект, который задан для поражения. Чтобы объяснить, как управляются корректируемые авиабомбы, надо понять, как они устроены. Для этого сначала разберемся с тем, из чего их изготавливают. Из чего изготавливают кабы? Как и многое в авиационно-воздушной тематике из дюралюминия. Но конкретно для корректируемых авиационных бомб используется дюралюминий особой прочности. Для чего это нужно? Тема отдельного разговора. А сейчас давайте познакомимся с тем местом, где мы находимся. Это заготовительный цех или, как сами работники называют, ателье. Почему? Да потому что именно здесь начинают раскраивать материал. Вот сейчас на ваших глазах будут раскраивать трубу для вот такого каба. Вес его 500 килограмм. Ну и называют его здесь восьмеркой. К08БЭ, она же восьмерка. Новая разработка региона. У этой бомбы та же инерциально-спутниковая система наведения, фугасная боевая часть. Но, в отличие от предшественницы, она может применяться с высот до 14 километров. Это очень важно, как минимум, для увеличения дальности. Чем отличаются кабы от свободно падающих бомб? Тем, что они позволяют запускать это оружие вне зоны действия ПВО. И тем самым обезопасив носителя, а значит и пилота, или штурманы, которые находятся в этом носителе. Это самый дорогой и самый важный для нас людской фактор. Он всегда стоит на первом месте. Большую дальность и маневренность восьмерки обеспечивает уникальная аэродинамическая форма и новые бипланные рули в хвостовой части. Про них мы расскажем подробнее. А сейчас снова обратим внимание на то, как изготавливается сама хвостовая часть. Следующий эпизод мы начинаем у токарного станка, где один из элементов будущего корпуса капа вращается вокруг своей оси. Кстати, в отличие от многих других ракет, которые вращаются вот так вокруг своей оси, кап летит абсолютно жестко. Тем не менее, еще на этапе сборки нужно добиться абсолютной соосности. Это легко сделать вот на том самом токарном станке, где деталь во время обработки вращается. Другое дело, станок фрезерный. Здесь этот же элемент корпуса закрепляется жестко, и вот теперь возникает вопрос, а где та самая ось? Вот на этом этапе, прежде чем начать обработку, оператор ловит эту ось. Вот так происходит автоматическое позиционирование детали. Здесь и 3D-щук, и работа с измерительной стойкой. Кстати, раньше капы изготавливали методом литья. Сейчас же с появлением подобных станков проще пойти путем механической обработки. Вот она, та самая восьмерка, основная изюминка этой бомбы. Значит, основная изюминка этой бомбы в том, что эта бомба первый образец из семейства наших изделий третьего поколения. То есть изделия, которые реализуют планирующую траекторию, и благодаря этому можно их отнести к семейству управляемых авиационных бомб. На Западе корректируемые авиабомбы называют еще и управляемыми. С точки зрения русского языка эти слова синонимы, но для военных разница между кабами и упабами существует. Если бомба летит менее 50 километров, ее называют корректируемой, если 50 и более, управляемой или планирующей. Если обратить внимание, на этой бомбе присутствуют крылья, что не было на предыдущих образцах. Вот это четыре, это крылья. Это крылья. Именно они обеспечивают планирующий полет этой бомбы. Крылатые бомбы. Мы пока не привыкли к этому термину. Хотя крылатыми ракетами уже давно никого не удивишь. Крылья обеспечивают планирующий полет. Мы уже говорили, современная корректируемая авиабомба, машина очень умная. Вопрос, а где у нее мозг? Мозг этой бомбы распределен. Значит, часть его находится здесь, это антенны спутниковой системы наведения, а большая часть вычислитель и все приборы в приборном отсеке, который находится между крыльями и стабилизаторами. Вычислительный комплекс КАБа – это суперкомпьютер, работающий в экстремальных условиях. Это и скорость, и вибрация, и, конечно, температура. На точке сброса на высоте 15 километров она может доходить до минус 60 градусов. Именно поэтому особое внимание уделяют блоку коммуникации. Это мозг КАБа. Коробку этого блока высокоточный станок как опытный скульптор ваяет из цельного куска специального авиационного сплава. Теперь, после того, как коробка блока коммуникации изготовлена, необходимо сделать для нее крышку. Задача, в общем-то, простая. Для этого существует листогибочный станок, но одно дело, когда вы выпускаете, ну, например, одну бомбу в месяц, а другое дело, когда десятки, сотни, а может быть, даже тысячи, что придумали вот, смотрите, небольшие отверстия, 22 отверстия. Наверное, можно было бы каждое из них высверливать отдельно, но с помощью гидроабразивной резки меньше, чем за минуту изготовили вот эти 22 отверстия, проверяем их качество. Все совпадает. Берем следующую. Конечно, в этом нет ничего сверхъестественного, просто перед нами классический пример культуры производства, своего рода знак качества. В военное время такое отношение к делу позволяет резко увеличить объемы производства. Еще одним интересным моментом этой бомбы является система управления и рули, использующая сжатый газ. Там, внутри, баллон со сжатым газом. В задней части находится баллон с азотом высокого давления. Перед сбросом этот баллон вскрывается и азот поступает на рулевые поверхности и обеспечивает отклонение их в соответствии с заданными командами системы управления. Помните, мы говорили про особый сплав. Для чего он нужен? Как и в большинстве других бомб для создания облака осколков. Разбрасывает это облако фугасный заряд. И вот тут есть одна особенность. Если в случае с патронами, снарядами или торпедами первым отличительным признаком изделия является его диаметр, читай калибр, то у всех бомб это масса. И еще одно небольшое открытие будет для наших зрителей. Цифра 500 вовсе не означает не вес, самой бомбы, не вес боевой части, а это? Значит, это условное обозначение, которое характеризует класс данной бомбы. Если обратиться к истории, то эта бомба возникла на базе бомбы КАП-500Л, первой отечественной бомбы, созданной нашим предприятием еще в начале 70-х годов. И в тот период за основу была взята боевая часть от обычной бомбы, фугасной, ФАП-500. Соответственно, эта цифра перекочевала на первую нашу бомбу, а с нее эта цифра осталась на данном представителе семейства наших изделий. КАП-500Л – мама всех наших корректируемых бомб. Боевое крещение приняла в Афганистане. Перед вами ее макет, на котором сразу обращает на себя внимание нос, где стоит лазерная головка самонаведения флюгерного типа. Принцип «сбросил-забыл» – это не про нее. Тут сбросил и повел. Этой бомбе цель надо указать лазером. Для того, чтобы навести бомбу или ракету в точку, которую показывает лазерный луч, надо какое-то оборудование. Так это оборудование можно разместить на боевой машине авиационного наводчика, можно разместить на дроне, можно на вертолете, а можно поставить и на самолете, который применяет эту бомбу. В кино этот лазерный луч принято подрисовывать, в жизни человеческий глаз его не видит. Но аппаратура противника луч замечает и демаскирует нашего наводчика. Именно поэтому российские конструкторы стали уходить от такой схемы использования лазера и перешли на другую. Следующий герой нашей программы КАП 250 ЛГ Э. Э. Это экспортное ЛГ. Это лазерное геростабилизированное. Что это значит? Это значит, что принцип наведения этой бомбы основан на использовании лазерного луча, который отражается от цели и попадает в поле зрения головки самонаведения. Бомба обнаруживает этот отраженный луч и наводится по этому лучу. То есть бомба сама выступает в роли наводчика. КАП 250 ЛГ Э. То есть экспортный. Это самый новый российский КАП, открытый для показа. Дата рождения 2021 год. Что лучше? Вот такая лазерная головка самонаведения или телевизионная? Телевизионная бомба позволяет наиболее точно поражать цели в условиях хорошей видимости. Лазерная головка она имеет возможность наводиться в том числе по подвижным целям. То есть эта бомба может влететь ну например в движущийся поезд? Да. На самом деле? А как так? Она же бомба она падает она не может это же не ракета. Ну на самом деле поезд движется прямолинейно и как правило равномерно поэтому можно подобрать такой ракурс который будет допустим в догон поезда и бомба сможет догнать и поразить заданную область ну например локомотив поезда Говорят благодаря небольшому весу а значит и цене у этой бомбы большое будущее поэтому ее стоит изучить детальнее Давайте рассмотрим типовую конструкцию корректируемой авиабомбы которая состоит из системы самонаведения в данном случае да это лазерная головка дальше идет приборный отсек в котором находится система управления состоящая из блока чувствительных элементов и вычислителя дальше идет боевая часть правильно обозначил границу нет вот они швы боевая часть и взрывательное устройство здесь вот находится приборный отсек в котором расположена батарея и блок коммутации и в корме находятся стабилизаторы с рулевыми приводами значит для связи одного приборного отсека и второго существует горгрот в котором проходит связь электрическая двух приборных отсеков и вот тут мы подошли к тому о чем обещали рассказать подробнее к очень необычному рулевому приводу где сами рули выполнены по принципу биплана такого в мире нет ни у кого его особенность заключается в том что рули двигает воздух набегающего потока при сбросе изделия вот здесь вот срываются заглушки и воздух попадает в трубку и из трубки в зависимости от положения золотника он может попадать в левую или правую плоскость внутри стабилизатора такая конструкция позволяет экономить электрическую энергию которая используется в бомбе то есть практически без лишней затрат энергии рули двигаются вправо-лево соответственно идет управление изделием изобретены не только рули но и особая конструкция крыльев правда созданы эти крылья для другой бомбы которая заслуживает особого представления перед вами флагманская разработка региона управляемая планирующая авиабомба бетонобойная ее боевая часть массой более тонны способна пробить железобетонную преграду толщиной в несколько метров у этого изделия раскрывающие плоскости крыльев давайте продемонстрирую вот так они находятся в походном положении на самолете крыло находится в сложенном состоянии и вот теперь это диетина после отделения крылья раскрываются что увеличивает аэродинамическое качество изделия до требуемой величины и изделие имеет максимальную дальность полета необходимую по требованию министерства обороны цифру мы не называем но из всех представленных кабов это самое самое дальнее у этой бомбы тоже есть спутниковая система наведения то есть она может добраться до цели не только как на этом ролике в ясную погоду но и пробиваясь сквозь снег облака и туман берем худший вариант спутники отключились дальше к цели нас ведет инерциальная система то есть где-то здесь внутри находится гироскоп да и вычислитель который вычисляет те самые шесть уравнений которые обеспечивают наведение изделия военная приемка не раз показывала производство гироскопов приборы эти настолько тонкие в изготовлении что кажется ничего сложнее и быть не может вот они уникальные технологии будущего но что касается будущего корректируемых авиабомб куда направлена инженерная мысль уже понятно это совмещение идеи бомбы и ракеты в одном изделии одним из последних изделий которые мы рекламируем на всех выставках является изделие которое называется гром гром он у нас выпускается в двух вариантах в виде авиационно управляемой ракеты и в виде планирующего боеприпаса если это изделие имеет реактивный двигатель это управляемая ракета двигатель вынули из этой ракеты поставили вместо двигателя вторую боевую часть он тут же при том же внешнем виде превратился в планирующий боеприпас отличительная особенность грома возможность применения по целям находящимся под любым ракурсом относительно полета носителя гром даже в варианте без двигателя может заложить такой вираж с которым ни один другой кап не справится если изделие показанные нами ранее по внешнему виду больше напоминали как раз авиабомбы то гром даже внешне это скорее ракета с большими широкими крыльями и обтекаемым килем причем это изделие создано для внутре фюзеляжного размещения на самолетах пятого поколения типа Су-57 он имеет две независимые системы управления высокоточные высокая точность это задача любого вида вооружений но если от пули или ракеты ты эту точность ждешь то бомбы изначально создавались для работы по площадям да мы очень долго не могли поверить в то что гравитацией можно управлять так эффективно и поэтому отставали в теме кабов сейчас ситуация изменилась на сегодняшний момент это должен сказать что мы по существу вышли в приоритет со многими нашими конкурентами и у нас есть куда развиваться я думаю в ближайшем будущем мы на этой дороге еще достигнем новых высот то есть кап это перспективный вид вооружения и будет развиваться развиваться она однозначно будет развиваться в том числе и по дальнейшему уменьшению их габаритов потому что за счет точного наведения на перспективу пойдут категории 100 килограмм и 50 килограмм и 25 то есть это те технологии в которые вы вкладываетесь конечно конечно это мы вкладываемся те технологии которые нужны нашему любимому и самому важному заказчику министерство обороны министерство обороны конечно в завершении мы должны сказать что не последний вопрос в этой теме вопрос цены кабы и тут находятся посередине между бомбами и ракетами но она в разы эффективнее и при этом безопаснее для летчика мы уже говорили с хорошим кабом на борту он может не входить в зону действия ПВО а это очень важно ведь жизнь защитника отечества это самое дорогое так что за кабами большое будущее в это а Субтитры создавал DimaTorzok